Не опера и единый. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Марианна Мирная. В гостях у меня сегодня главный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета Юрий Бурлака, которая расскажет обо всех новинках балетного мира Самары. Здравствуйте, Юрий Петрович. Здравствуйте. Ну, перед тем, как мы с вами приступим к обсуждению того, что же нас ждет в плане балета в Самаре, да, в ближайшее время, очень хочется с вами познакомиться, чтобы вы познакомились с нашими телезрителями, представили себя, потому что человек для Самары новый. Расскажите, откуда и когда вы к нам приехали. Ну, я приехал из города Москвы. Я сам москвич по рождению, по образованию. Работал я, закончил Московскую академию хореографии, работал в Московском театре «Русский балет». Позже его возглавил. Одно время я возглавлял балет Большого театра России. Вот. И, наконец, я добрался до Самары. Слушайте, ну, такой послужной список-то немалый, да, и почему Самара? Как вас, каким предложением вас, так скажем, привлек наш город, наш театр? Потому что, ну, несмотря на то, что у нас прекраснейший, конечно, театр, но мы все же не Москва. Самара – прекрасный город. Совсем не маленький. В Самаре есть прекрасный театр. Очень даже большой. В этом театре есть замечательный репертуар. Классический репертуар, который мне очень дорог и нравится. Потому что я, моя основная специальность – это блитмейстер-реставратор. Я занимаюсь старинными спектаклями, восстанавливаю их. Их в наследии балетном достаточно много накопилось с конца XVIII века и до конца XX века. Это все считается наследием балетного театра. И, собственно говоря, мне очень приятно, что из этого наследия, нашего многочисленного русского, очень много идет в Самарском театре. Поэтому мне это близко. И поэтому я был очень рад и согласился. Слушайте, а можно поподробнее, какие спектакли вам приходилось реставрировать, да, что это за такие постановки и как это вообще происходит? Потому что вот я понимаю только, что, ну, был спектакль, он, допустим, сняли, или артисты там уже, там, кто-то уволился и так далее. И вот заново как-то, либо вводами, либо как-то что-то вот делали. Это называется возобновление. Вот. А что такое реставрация тогда? Ну, знаете, это как в любом другом деле, как реставрация картины. Знаете, когда ее очищают от разных слоев, и, наконец-то, за последним слоем после очистки этой картины появляется тот нужный, подлинный цвет, который художник, собственно говоря, предполагал, который вот в течение времени стал менее заметен. А может быть и исчез. Бывает же, когда полотна обнаруживают под одним полотном другое. Поэтому и в хореографии это направление есть. Нас, к сожалению, очень мало. Не только в нашей стране, но и в мире. Я вообще первый раз слышу о том, что такая специализация есть у балетмейстера. Да. Это такая вот отдельная специальность, которая предполагает совокупность огромного количества знаний и умений для того, чтобы соединить это все воедино, все эти многочисленные поиски по архивам, все эти встречи с людьми для того, чтобы докопаться до, с одной стороны, доподлинного хореографического текста танцевального. У нас же все в нашей профессии и до сих пор передается из ног ноги, из рук руки. От исполнителя к исполнителю, от педагога к исполнителю. Это одна история. Конечно, в 20 веке огромную помощь в деле сохранения нашего балетного наследия оказал кинематограф. Конечно, начиная с 30-х годов, но как-то более-менее нас начали как-то в большей степени или в меньшей степени полноты снимать балетные спектакли, особенно в 50-е, 60-е годы и далее. Хотя снимать начали с конца 19 века еще какие-то отдельные фрагменты, связанные с танцами. Вот, поэтому так это происходило в веке 20-м. Но и то даже наследие советского времени, многочисленные спектакли, они не засняты на пленку, и они бесследно исчезли. Поэтому вот иногда это целый длительный такой процесс собирания различных материалов по определенному конкретному поводу, которые складываются, вот эти многочисленные пазлы, в такую общую картину под каким-то названием. Потрясающе. К чему приложитесь в первую очередь или уже, может быть, начались какие-то работы? Ну, мы бы тихонько начали. Что начали? В нашем сезоне 17-18 на сцене Самарского театра, на мой взгляд, будут интересные вещи. С одной стороны, это наша премьера конца календарного года, это балет «Эсмеральда». Это как раз тот балет, который когда-то шел на сцене Самарского театра и существовал в истории этого театра. Но он будет представлен совсем под другим углом, вот с позиции моей любимой, с позиции истории. Может быть, для Самарского театра это будет такой первый проект, такой исторический. Я делал этот балет на сцене Большого театра, я делал этот балет на сцене Берлинский штатсопер. Но каждый раз я смотрю на него разными глазами, и он позволяет, слава богу, это смотреть, позволяет на него посмотреть по-разному. Потому что разные артисты, разные исполнители, и ты каждый раз применяешь и примеряешь эту одежку по-новому. В данном случае у нас новые декорации и костюмы, некоторые новые, отреставрированные и вновь возникшие номера, которых не было даже на сцене Большого театра, которые собирались тоже по крупицам. И, мне кажется, этот балет очень подходит как раз вот этой труппе для того, чтобы начать с ними работу. Но еще раньше, в ноябре месяце, у нас возникает проблема, которая... Это не проблема, это такой большой процесс освоения различных стилей разных хореографов. И Самарский театр один из первых открывает проект, посвященный Мариусу Петипа, юбилей которого в следующем году, 200-летие этого замечательного... 200 лет, да, уже? ...русского балетмейстера французского происхождения, который, собственно говоря, создал весь наш русский балет и весь наш тот репертуар, на котором мы до сих пор живем. И все эти известные названия, как «Жизель», «Спящая красавица», «Боедерка», «Лебединой» и «Щелкунчик» все связаны с именем вот этого замечательного балетмейстера. И Самарский театр один из первых откликается на это таким вечером, авторским вечером этого хореографа под названием «Грампа Петипа». «Грампа» — это «большое па» в переводе с французского, большая такая форма. И вот все вот эти большие формы, они будут представлены в виде такого балета-дивертисмента, посвященного одному хореографу. И там я для этого вечера экклюзивно сделал четыре номера, которых никогда не было, во-первых, в репертуаре Самарского театра, Самарского балета, и которых будет интересно посмотреть не только с позиции истории, но и с позиции увидеть артистов, знакомых, которых зрители видят в текущих спектаклях и в текущем репертуаре, увидеть их в каком-то новом качестве. Вы говорите, я сделал, то есть они уже готовы? Они уже поставлены. Или они в доработке сейчас как-то проходят? Они уже поставлены, они отрепетированы, уже практически шиты костюмы. Там будут исторические костюмы конца XIX века. Я нашел эти материалы, замечательные мастерские Самарского театра. Это уже практически выполнили. Поэтому это такой взгляд мой и взгляд сегодняшнего дня с позиции 2017 года, взгляд на балет XIX века. Поэтому, наверное, это тоже будет зрителям интересно посмотреть на это вот несколько иначе, может быть, не совсем привычно к тому, что они видели до того. Это какие-то фрагменты каких-то спектаклей существующих? Что это за спектакль? Хотя бы чуть-чуть приоткройте их. Это такие менее известные для широкой публики спектакли, как балет Арликинада. Это такой триумф 1900 года на сцене Эрмитажного театра и потом на сцене Мариинского театра. Это балет Талисман, который был поставлен в 889 году и потом дожил до 922 года. Ничего себе, долгая жизнь. Это балет Привалка Валерии, который был поставлен в 896 году. В общем, вот такие эксклюзивные номера в эксклюзивных костюмах и с аутентичным исполнением в оригинальной партитуре, так как это написали эти композиторы XIX века. Поэтому вот такой маленький кусочек истории. Слушайте, потрясающе. А насколько там остается... Вот я хочу понять процедуру просто, как вы это делаете. Вот есть какие-то документы, которыми вы пользуетесь, какие-то архивы, какая-то такая историческая справка, так ее условно назовем. Но тут же должно оставаться место для творчества. И вы как не только реставратор, но и как балетмейстер, как художник еще себя в этом проявляете. Как это все друг с другом соединяется? И не противоречит ли, может быть, где-то в каких-то местах художник-историку? Как они уживаются у вас? Знаете, если вернуться к Мариусу Петипа, который мы ему упомянули, он был очень умный человек и такой тонкий царедворец. Он был придворным балетмейстером. Но я немножко о другом. О том, что он настолько был умен, что все лучшие находки своих предшественников и современников, давая им как бы свои редакции, проходящие через его собственное творчество, тем самым он продлевал жизнь этим спектаклям. И то, что мы имеем на сегодняшний день в репертуаре, это все благодаря этому человеку. Но, конечно, этот пазл собирается из разных частичек. Не противоречит он чему? Все равно это взгляд сегодняшнего современного художника. Мой взгляд на балет 19 века. Потому что, к сожалению, в балете невозможно создать, в отличие от музыки, такой точный, аутентичный продукт, если это можно вообще назвать этим словом. Если в музыке сохранить партитура, можно изготовить инструменты старинные, можно научиться вокальной технике исполнить что-то, некую опера 18 века, то в балете, к сожалению, это невозможно, потому что меняется эстетика человеческого тела, меняется фактура тканей, меняется освещение. Меняется техника исполнительская. И мы только создаем лишь образ. Если мы собираем вот этот пазл из этих разных кусочков, мы создаем некий образ, который похож на тот балет 19 века, но он все-таки с позиции исполнителей сегодняшнего дня. Они вкладывают в это при определенных знаниях все равно что-то свое. Поэтому это вот новое искусство, но вот оформленное таким образом. Как солисты балета реагируют на ваши такие новые видения? Мне кажется, им очень интересно должно быть. Я надеюсь. Что же люди творческие? Я надеюсь. Конечно, им очень непривычно, потому что никто не отменял наш текущий репертуар, наши текущие спектакли и работа по ним. Там тоже есть над чем работать. Но тем не менее, мне кажется, что они с большим энтузиазмом, потому что всегда для артиста сегодняшнего дня важен вот этот сегодняшний день, сегодняшний день в работе. Поэтому, конечно, любые новые произведения, будь то современных балетмейстеров или, наоборот, это старинная классика вот под таким, может быть, отчасти ретро-взглядом, она всегда интересна. Это новый процесс. Это прикосновение к новому, чему-то неизведанному. И которое в итоге обогащает и их, и зрителей, которые приходят смотреть на них уже при волшебном открытии занавеса. Про занавес хорошо, что сказали. Как раз-таки следующий мой вопрос о том, как вам сам театр, его нынешнее оснащение, и после реконструкции, которая в нем была, что все прям хвалят, так говорят, прям супер-супер. Как вы оцените и сцену для солистов балета, и возможности какие-то, и будете ли ими пользоваться, этими техническими какими-то новшествами? Ну, знаете, театр, взгляд на театр и в каком он состоянии, во многом определила мое сегодняшнее появление в этой должности, в этом театре. Потому что очень важно, где, в каком пространстве создается нечто. это пространство, оно как раз позволяет создать светлое, хорошее, позитивное и талантливое. Потому что театр находится, несмотря на то, что реставрация произошла уже не вчера, но, мне кажется, так, как выглядит театр, это такой эталонный вариант и реконструкции, и бережного отношения к истории определенного времени. И в то же время к тем техническим вопросам, которые решаются в процессе постановок, мне кажется, что все это в Самарском театре есть. И там приятно находиться, там приятно работать. Я думаю, что зрителям приятно бродить по галереям, фойе и находиться в зрительном зале. Потому что это все располагает к хорошему и позитивному. К хорошему и позитивному. Дальше продолжим. Фестиваль традиционный, наш ежегодный фестиваль имени Аллы Шелест. Буквально на следующей неделе он уже стартует. Все его ждут. Поклонники балета всегда с нетерпением. Билетов, наверное, уже нет. Мне так кажется. Залы всегда полны. Что нас ждет в этом году? Кто какие гости к нам приедут? Что увидят поклонники и балета, и фестиваля в целом? Потому что все же фестиваль это немножко под другим углом, наверное, нежели просто текущий репертуар. Да, конечно. Кого ждем? Что ждем? Мне кажется, фестиваль это вообще прекрасно. Тем более, что он уже 17 лет проходит. Значит, фестиваль жив. Фестиваль привлекает внимание. И раз он привлекает внимание такого огромного количества не только зрителей, но и людей, которые здесь уже побывали. Значит, он имеет высокую репутацию. Это на самом деле так и есть. Конечно, магическое имя Альяк Нишелест связывает этот фестиваль не случайно. Этот фестиваль также высок в своем профессионализме и в своем взгляде на сегодняшний день балетного театра, как и сама Альяк Нишелест была требовательна не только в своем собственном танцевании. Не стоит лишний раз упоминать о том, что она была выдающейся балериной. Об этом много сказано и написано. Но она и требовала это от других. Поэтому темой фестиваля нынешнего как раз грядущие 200-летие со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа. Альяк Лешелест была одной из выдающих исполнителей классического репертуара, в том числе при ее разнообразии ролей. И вот и Шелестский фестиваль будет посвящен гению Мариуса Петипа. Он так и называется. Гений Мариуса Петипа. Там будут как премьеры новые вещи, поставленные мной, для того, чтобы показать сегодняшнюю труппу, показать ее немножко под другим углом, не так привычно в текущих спектаклях театр. Там будет два гала-концерта. Один как раз посвящен творчеству Мариуса Петипа, а другой посвящен Алле Яковлевой Шелест, на которых будут представлены различного рода фрагменты из спектаклей, как текущего репертуара, так и как раз вот эти новые номера, которые поставил я. И, естественно, выдающиеся спектакли, в которых бестал Алле Яковлевой Шелест, из текущего репертуара, но исполнять наряду с артистами Самарского театра будут, как всегда, приглашенные звезды из Мариинского театра, из Большого театра. И это давно определенная планка. На этот фестиваль никогда не приглашаются люди случайные. Это всегда определенная высокая планка сегодняшнего дня балетного театра. Поэтому там всегда избранные лучшие исполнители, которые исполняют эти партии не только у себя на родной сцене в Большом театре или в Мариинском театре, или в каком-либо еще. Но и лучшие исполнители в мире. Поэтому в этом году будут представлены солисты Большого и Мариинского театра. Ну, слушайте, это прекрасно. И мальчики, и девочки же, да, это будут плены. Я надеюсь, что всем будет интересно прийти и смотреть. Обязательно. Но наряду с ними, естественно, ведущие партии исполняют ведущие солисты Самарского театра. О Трупе хочется немножечко поговорить, с которой вы столкнулись. Если вы видели, то не близко, да, наверное, были знакомы ранее с Трупом Самарского театра. Как ощущения, потому что, ну, вот вы сказали, что прекрасная трупа, но хочется вот немножечко таких тонкостей. А вы видите ли уже кого-то из солистов в каких-то в дальнейшем, да, постановках, что вот этот солист мог бы вот такую прекрасную роль сыграть, там, эта солистка вот такую. То есть вы же все равно должны уже оличивать, да, этих солистов, которых вы видите, и как-то на перспективу уже как балетмейстер. Это моя задача. Да. Есть такие уже там планирования где-то в голове? Конечно. За этот месяц я вполне познакомился с артистами Труппы. Они, надеюсь, что уже поняли, что я хочу, и познакомились со мной. Они начинают привыкать к моим требованиям, к моему взгляду, начинают, наверное, понимать, что я хочу видеть. Только начинают понимать. Но я о них на данный момент думаю, что понимаю больше, чем они обо мне. Вот поэтому, конечно, конечно, это не только моя задача, но и какое-то профессиональное художественное чутье. Конечно, я вижу, кто и что из себя представляет. И при этом я также вижу, что бы мне хотелось, как бы мне хотелось, их раскрыть в дальнейшем. А есть вот эти, да, возможности, потенциал, он виден уже, вы его видите, да, что может кто-то недораскрыт? Во-первых, это всегда видно даже по тому списку партий, которые они танцуют. Всегда можно посмотреть на этого же человека в этом же спектакле по-другому. Вдруг в какой-то другой партии. Далеко не все исполнители успели еще освоить даже тот текущий репертуар, который есть. Есть молодое поколение артистов, которые на сегодняшний день уже вполне подросли и которые могут что-то большее. Так происходит в любом театре. И здесь это вполне естественный процесс. Поэтому, естественно, вот эти номера, которые выбраны и для фестиваля «Шелест», и для тематического нашего вечера, посвященного балетмистеру Мариусу Петипа, эти люди будут как раз заняты. И, может быть, как раз и задачей моей главной было не сколько показать себя как балетмистера, реставратора, а, скорее всего, подобрать правильный репертуар для зрителей, чтобы им было интересно смотреть что-то новое, то, чего они не видели, и не могут посмотреть в текущем спектакле. Так, собственно говоря, и увидеть артистов под каким-то другим углом. А вот есть такое понятие в балете, как, ну, какие-то некие амплуа? Потому что, если взять, к примеру, оперу, там все равно, если ты тенор, ты будешь петь партии, написанные для тенора, да, и если ты мецо-сопрано, ты будешь эти партии петь. В балете есть ли такое разграничение? И можно ли перешагивать через них, через вот эти амплуа, и бывает ли в балете такое понятие, как на сопротивление, роль и так далее? Бывает, конечно. Конечно. Сейчас немножко эти амплуа размываются, в отличие от советского времени, где было очень четко. На Западе этих амплуа вообще не существует. Там все танцуют все, если ты можешь, там, технически, скорее всего, больше с этой точки зрения, ты это порой танцуешь. А у нас немножко другая история. Все-таки наши огромные традиции, которые стоят там, за многими большими, крупными театрами, они все-таки позволяют так индивидуально подходить больше. Конечно, возможность, как вы сказали, на сопротивление, конечно, эта история, она тоже важна. Было очень много примеров выдающихся людей, которые просили что-то у балетмейстеров. А балетмейстер не хотел, но балетмейстер давал, потому что понимал, что им нужно попробовать. Они это делали один раз, сами понимали, что не совсем это их дело. Есть люди, которые делают это лучше. Зачем? Когда я могу подобрать какой-то репертуар для себя более выигрышный. И сами от этого отходили. Конечно, такая история, она тоже важна, потому что все нужно пробовать. К сожалению, жизнь наша творческая очень короткая. Эти 20 лет, они очень быстро проходят. Пролетают, да. Быстро пролетают, и мы должны пробовать. В этом, собственно говоря, и состоит жизнь артиста балета. Если он чего-то хочет, если он чему-то стремится. Поэтому, конечно, и такая история тоже важна. А вы как работаете? Кастинг проводите или назначение делаете на актеров? Я стараюсь все-таки собрать некое количество людей на одну и другую партию и смотреть уже в процессе, как человек проявляется. И потом делать уже выводы. Хотя, конечно, я стараюсь это делать коллегиально, потому что есть замечательные педагоги в этом театре, которые проработали здесь всю свою жизнь. У них огромный опыт. У них больше еще взгляд на тех людей, которые сейчас работают в театре, чем даже у меня. Поэтому я вполне им и их мнению доверяю и дорожу. Да, мы собираемся, мы обсуждаем. И, в общем-то, это процесс коллегиальный, но который решаю, так сказать, решаю я. Окончательный. Окончательную точку ставлю я. Спасибо вам огромное, Юрий Петрович, что пришли. Время наше, к сожалению, кончилось. Увидимся в театре оперы и балета. Обязательно. Ждем ваших премьер-постановок. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные и с пользой. С удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин